Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Дмитрия Бивола против Айзека Челембы. Поединок состоится в ближайшие выходные в США, как это обычно бывает в ночь субботы на воскресенье. В принципе, понятно, кто здесь фаворит. Ну, это, конечно же, Дмитрий Бивол, и он победит. Но давайте в этом видео попробуем вытянем максимум интересного перед этим боем. То есть, что мы увидим в данном поединке, как он пройдет, почему, пройдет ли он всю дистанцию или нет. Да, вот об этом всем поговорим. Но перед этим, перед тем, как мы начнем разбор стилей боксеров, чтобы сопоставить, как друг против друга они будут биться. Хочу маленькую такую сделать врезку, что у нас заканчивается июль. А как вы знаете, в течение июля я собирал пожертвования от вас на покупку нового компьютера. Ну, точнее, даже не нового, ну, как бы нового, но старый просто он совсем сломался. Вот, и все, последний день июля. И что хочу сказать, что я получил 17 переводов. Да, суммы там были от 10 рублей. Ну, 10 рублей это сколько? Это, по-моему, меньше одного цента, да. До, наоборот, очень приличных сумм. Потом отдельно сниму об этом видео, да. Но, в общем, вам всем огромное спасибо. Я фактически уже все комплектующие компьютера купил. Ну, кроме там монитора, может быть, да. И, в общем, буду его собирать. Собираю я долго. Реально, там, недели только через две, я думаю, он будет готов. Вот такие дела. Всем вам огромное спасибо. Прям очень большой вклад от вас. То есть, это реально, там, где-то половина стоимости компьютера. Такие дела. Да, теперь идем к боксу. Ну, давайте, наверное, Дмитрия сначала Бивола рассмотрим, да. Потом Челембу. Дмитрий Бивол. Я уже несколько раз о нем высказывался. Вообще, боксер, он с огромным потенциалом. И об этом говорят все. То есть, в России так вообще там, да. Все наши вот, ну, как бы функционеры бокса сильно в него верят. Но не только они заинтересовались ими и каналы западные, да. А это, как бы, уже показатель. Также я знаю, ворс Андре приезжал в его лагерь. И он, по сути, его считает будущим этого веса, да. Ну, я в каких-то своих разборах, то есть, как бы, с моей точки зрения, я помню, говорил, что у него, например, право прямое, если посмотреть, да, то он не кажется сверхсильным. Ну, как у некоторых боксеров, да. То есть, он, допустим, там, у всех есть свои минусы. Но вот, а Донни Стивенсон, при всех своих минусах, в этом же весь он, когда он бьет задней рукой, то он реально, он настолько поворачивает свои плечи, что он просто, он даже белью ронял с непробиваемой головой, да. Дмитрий Биво, ну, как мне кажется, вроде он больше, как бы, акцент делает, может быть, не на вращении, как бы, корпуса, да. Но у него хороший такой толчок ногами. Он бьет своевременно, и по факту, что бы я, как бы, не говорил, но он на культер. То есть, у него соперники падают. Также он очень классный. Лево-боковой бьет. То есть, вот это вот у него связка право-прямое, лево-боковое. Он начинает, когда соперников ей бить, там, они часто теряются. Короче, что нам нужно о Дмитрии Биво знать? 27 лет, молод, также у него очень поставленная вот эта вот техника именно передвижений, то есть, вперед-назад, то есть, как вот он особенно бьет, он, как бы, правый, правый прямой в челноке. То есть, обычно люди бьют левый, но они, как бы, вперед-левый-назад. А он также не под шаг, он очень классно бьет, как бы, правый на таком подскоке. И очень интересно смотреть, ну, на его, как бы, трансформацию, что с ним сейчас происходит. Многие специалисты, там, тренеры бокса, да, об этом говорят. Как меняется у него уже немного баланс тела, то есть, более, как бы, стиль такой становится заточенный под длинный профессиональный бой 12-ти раундовый. Давайте-ка перейдем мы теперь к Челембе. Он, потому что боксер очень, вообще, любопытный. Любопытный он чем? Тем, что, ну, он из Африки, да, то есть, как-то, можно, наверное, его назвать африканец, хотя, довольно, он такой светлый, да. По-моему, живет он сейчас в Южной Африке. Это, кстати, ну, ЮАР, то есть, очень, на самом деле, богато развитое государство, да. А сам родом он из другой какой-то африканской страны. Но это все не так важно. Важен его стиль в боксе. Мне, например, он больше всего запомнился своим поединком против Сергея Ковалева, потому что Челемба, по сути, он, ну, как бы, все у него есть, кроме удара. То есть, и опять же, удар его, он неприятный. То есть, он так бьет, лучше не пропускать от него. Но не на культер он, то есть, удар у него не какой-то сверх поставленный. Мне Челемба напоминает многократно ухудшенную версию Уорда. И он получилось, будучи полным аутсайдером вообще, что он не имеет ни удара, как бы, ничего, он вышел против Ковалева. И Ковалев, а тогда это еще было до поражения Уорду, то есть, тогда на Ковалева были огромные надежды. И Ковалев, и я его считаю Ковалева, вот, мое мнение, что самый крутой в этом весит Ковалев. Ну, как бы, после Уорда, да. Так вот, и Ковалев, он как-то не сумел приноровиться к Челембе. То есть, он так старался, вроде, на своих ногах, он там левый бьет, правый, но по факту Челемба своими этими какими-то топлеухами, да, то левой рукой он довольно так, ну, неприятно как раз, вот, лево прямой, он довольно жестко так тыкает, да. И он попадал по нему регулярно. А Ковалев своими этими кувалдами, да, с массой тела, как бы, своей, хорошей, вложенной, он как-то толком-то не сумел. Он ничего, как бы, ему все делать, он не усмел приноровиться. И это на Ковалева так повлияло, настолько сильно, он даже потом сам рассказывал об этом в интервью, что именно после этого боя у него произошел срыв, когда он стал, как бы, ну, вот этого, да, ну, злоупотреблять, то есть, грубо говоря, у него что-то типа депрессии началось. Вот, после боя с Челембой. Почему так? В чем, как бы, секрет Челембы? Секрет, мне кажется, очень простой, ну, во-первых, ну, или, наоборот, сложный. Это природный у него какой-то такой талант, как бы, да, есть. То есть, как и у боксеров из Африки, и из таких небоксерских стран, у него малая обученность, то есть, он не особо техничный-то, по сути, не особо у него поставлен удар, но вот это вот, как бы, чутье, такое вот общая координация, да, чувство момента у него есть. И что, как бы, здорово, вот этот момент любопытный, важный, который сейчас скажу, что Челемба, несмотря на всю свою открытость, вроде он не супер, там, как-то перекрывается, часто у него руки даже опущены, часто он валится, как бы, проваливается, удары бьет такие, ну, разные, там, косых ударов любит много под разными углами бить, но он очень классно защищается, как бы, головой, корпусом, то есть, уклоны, уклоны. Вроде они даже не всегда важны, вроде он просто, типа, там, кросса бьет вперед, повалился, но во время своего этого заваривания вперед можно валиться вперед просто, как бы, да, головой своей вперед, что противник тебя ударит, и ты напоришься на его голову, да, и все, нокаут будет. А он, как бы, вот эти свои заваривания, он умудряется в такой, как бы, штопор войти при заваривании, то есть, понимаете, что голова не так вот идет, а голова, как бы, вот так вот идет, да, и наоборот, когда его бьют, вроде ничего не делает, но что-то раз, два, как бы, то есть, такие уклоны небольшие, не надо много даже, там, 7 сантиметров сюда, 7 туда, все, удар уже скользящий, там, нырок один, другой, и не могут за него зацепиться, не могут. А он же сам, как бы, жали, то есть, он сюда куда-то уйдет, вправо, да, левой, там, рукой Ковалева попал, потом наоборот у него, со своим этим кроссом побежал, и в такой, что про головой зашел. Ну, то есть, получается, что, несмотря на то, что нету какой-то, там, такой очень-очень серьезной поставленной ударной техники, но общая координация, общая такая шустрость, там, джеб, когда нужно бьет, да, и головой, 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 то есть, вот, она вроде голова, вот, она открыта, но когда не боится, то есть, так, раз, раз, как бы, не зажимается вот так, наоборот, да, все время что-то двигает, то трудно что-то ему сделать. Вот он такой. Как бой теперь сложится? Вот мне кажется, опять же, с учетом, хотя уже много кто, ну, Челембу побил, да, может быть, там, как-то это накапливается, хотя ему сейчас сколько там, по-моему, 31 год, да, то есть, еще он так должен себя хорошо физически чувствовать, но много у него было тяжелых боев, но вместе с тем, мне кажется, вот, понятно, что Библа он поколотит его там вообще без вопросов, выиграет, конечно, Дмитрий Библа, но, вот, досрочно бой завершится или нет? То есть, мне кажется, что у Дмитрия Библа, хотя его, как бы, очень хвалят, да, но реально его стиль, когда он реально делает нокауты, это когда, как бы, на него идут, то есть, навстречу, когда он бьет, ну, вот этот свой челнок, часто там назад-вперед, правый, да, и противник, как бы, его бьет, и получается сложение такой энергии, и все, нокаут, тут как бы одни ворота. Бывает, правда, он еще, Дмитрий Библа, ну, поджимает канатом, и у него сочетание право-прямой-лево-боковой, и вот этот лево-боковой, он, как бы, ну, сильно такой, жесткий довольно, да, вот, и вообще он серийный, опасный Библа, но мне кажется, что вот, со своей вот этой вот спойлерской манерой, то, что он так круто голову, как бы, свой выбирает все время, я предполагаю, что все же Челембо, ну, доживет до самого конца, и, как бы, бой пройдет всю дистанцию, да, то есть, вот, как бы, такой мой прогноз. Опять же, я не считаю, что это будет прям вот, прям вот с гарантией, но, вот, как бы, по логике, как бы, все идет к этому, и в этом и интрига, то есть соревнование вот этого боя не в том, кто сильнее Библ или Челембо, а мне кажется, соревнование в том, кто сильнее Библ, Ковалев или Гвоздик, да, ну, вот из боксеров, там, наших с постсоветского пространства, потому что побил Челембо Ковалев, но не сумел, как бы, его на тот момент, не сумел его избить хорошо, не сумел досрочно закончить. Побил его Гвоздик, да, 10 раундов, по-моему, уже всю дистанцию бой прошел, я не знаю, или он там с последнего снялся, вот, по-моему, всю. Вот, и Дмитрий Библ, вот его очередь, то есть он соревнуется, как бы, со своими потенциальными оппонентами. А вот выйдет, допустим, Дмитрий Библ и в четвертом раунде его, как бы, удосрочит. И тогда все скажут, что, о-о-о, как бы, заочно-то, получается, Дмитрий Библ превзошел их, да, то есть, мол, они вот его долго били, а он быстро побил. В этом, как бы, и интрига, то есть, на мой взгляд, это бой не между Библом и Челембо, а на самом деле бой между Библом и Ковалевым, там, Библом и Гвоздиком. Это вот то, что я вам хотел сказать. Спасибо, что посмотрели данное видео. Ну что, наверное, будем прощаться. Обязательно на днях, может, даже вот совсем в ближайшее время выпущу видео про Ковалев Альварес. И обязательно это видео смотрите. И вообще сам бой, потому что я так, честно говоря, удивился насчет Альвареса. Я толком и не следил за ним. Ну, они, понятно, латинские боксеры, все обычно одинаковые. А оказалось, что он вполне техничный. Неожиданно, да? Всем спасибо. До новых встреч.